Всем привет! С вами Андрей Санар. И вот уже готовлю джон-бот для болотоходного путешествия, которое я планирую провести в ближайшее время. Видите, блестит лодочка! Это значит, что на нее уже накатана термополиуретановая пленка, которая даст прочность нижней части днища. Можно будет спокойно залетать на всякие коряги, камни и прочие подводные препятствия, без риска повредить днище. А сейчас тоже будет интересный процесс. Нужно подготовить болотоходный мотор. Я его уже почти собрал. Осталось совсем чуть-чуть протянуть тросик газа и совершить первую его заводку. Помимо бронирования в лодочке появилась надувная аэрдечная баночка, дополнительные ручки, чтобы удобнее держаться. В общем, джон-бот готов! Поехали испытывать! Секунду назад я был в цеху, а сейчас я уже на месте проведения испытаний. Кстати, размер лодки вместе уже с броней получился 130 на 50 на 30. Получается такой длинненький, но очень узенький и плоский рулончик. Кстати, ширину можно еще уменьшить, я думаю, порядка до 120-125. По транцу там получается примерно 115 сантиметров. Надуем же лодочку! Ну что, друзья мои, вот я иду под болотоходным моторчиком. Ощущения немножко необычные. Управлять надо длинным румпелем, прикладывая немножко больше усилий, чем при обычном лодочном моторе. Пока моторчик еще обкатывается, поэтому я не буду давать какой-то мощный полный газ. урак по decreту СПОКО, но и на колесо угрожая уходящий кр Utiler. По транзайлят уники. Да, ölzel он очень сильный конечный садан. У Prabлера там электричный мотор. Пока мотор ясок. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...